На сцену приглашается представитель компании «Империум Групп» Ирина Устюжанина. Аплодисменты! Добрый день! Я очень рада сегодня, что у меня есть такая возможность представить после такой космической песни нашу космическую косметику. Хорошо. Хотела бы вначале сказать, что, во-первых, я ее уже попробовала, и вместе с коллегами мы смогли оценить в течение достаточно долгого времени все достоинства. А во-вторых, для тех, кто не знает, у меня очень много времени я провела в клинике косметологии. Я работала более 8 лет в отделении косметологии, где проводились пластические операции, проводились также аппаратные процедуры, лекционные. И мне сегодня хотелось бы как раз-таки сравнить действия данных процедур и нашей косметики, потому что и видимые преимущества без применения аппаратной косметологии действительно есть. Но давайте начнем сначала. Хотелось бы начать с истории косметики. Мы пойдем по порядку для того, чтобы понять, чего достигла современная косметология к сегодняшнему дню и в чем новшество именно нашего продукта. Итак, вопрос сохранения красоты и молодости волнует человечество давно, поэтому история косметики начинается вместе с историей человечества. В древние времена основу косметических средств составляли ароматические масла и мази, которые получали из растительных и животных жиров. Их смешивали с настоями члитов, водили тонизирующие средства и целебные добавки. Знаменитый врач Гален создал первый в мире крем. Это так называемый кольт-крем или холодные сливки. В его состав входил спермацит, воск, миндальное масло и вода. В течение долгого времени этот крем являлся единственным. Если говорить об истории косметических средств в современном виде, как мы привыкли уже ее видеть, то началась она не так давно. Как вы думаете, когда появился первый увлажняющий крем? Какие есть варианты у вас? Хорошо, не буду вас мучить. Первый увлажняющий крем появился в 1911 году. В это время владелец компании Бересдорф, Оскар Тропловец, разработал первый в мире крем длительного действия. Он был на основе водно-масляной эмульсии. До этого открытия для всех косметических средств основой служили жиры, что значительно сокращало срок их службы. Новый крем получил название Nivea, от латинского Niveus, то есть белоснежный. И формулу его изготовления создателям удавалось долго хранить в секрете. И лишь спустя несколько лет он стал основой для подобных кремов. Следующим этапом мы можем назвать только уже 1960-70-е годы. В это время появляется первое средство против морщин. Ученые поняли одну из причин старения кожи. Ею стала нехватка коллагена. И тогда в Польше был открыт рыбий коллаген, биологически активный, который производила польская фирма Inventia. Он вошел в состав многих косметических средств. Однако формула кремов была проста, компоненты весьма слабо справлялись со своими задачами. И поэтому в скором времени действие таких средств было направлено в исключительно борьбу с мелкими морщинками. И далее, уже в 1980 году, появляется антивозрастная косметика. В это время все силы ученых уходят на создание уникальной формулы сохранения молодости кожи. Косметология возвращается в аптеки. Брежи начинают вкладывать деньги в свои исследования и в создание собственных лабораторий. Первые антивозрастные кремы появились в 1983 году. По замыслу их создателей, они должны были преодолевать эпидермальный барьер, доставляя в кожу активные компоненты. Однако позже эта техника оказалась молодейственной. И тогда американский дерматолог Альберт Клинкман предложил понятие косметцевтика. Под ним подразумеваются средства со сложными формулами. Такие препараты стали считаться наиболее эффективными. Наконец наступает 1990 год. Появляется такое понятие, как свободный радикал. И признаются фактором старения кожи. Главным противником свободных радикалов являются антиоксиданты. И поэтому начинается бум антиоксидантов. В составы кремов начинают вводить антиоксиданты, например, витамин С. Главный противник старения. И уже в 21 веке появляется такое понятие, как органическая косметика. Лабораторные эксперименты в области косметологии стали главным этапом создания косметических средств. Косметология возвращается к природе. Появляются натуральные сыворотки глубокого действия, клеточные комплексы. Начинает использовать ресурсы моря, например, экстракты водорослей. Сама же косметика перестает выполнять какую-либо одну функцию, становится многофункциональным средством, способным одновременно бороться с признаками старения кожи, насыщать кожу влагой и питательными веществами. Таким образом, современное косметическое средство считается высококачественным, если содержит натуральные растительные компоненты и активные вещества. Чем выше качество этих компонентов и процент их содержания, тем дороже сама косметика. А для того, чтобы понять, как она работает, мне хотелось бы перейти к основам, то есть к строению кожи. Обратимся немного к анатомии. Итак, наша кожа состоит из трех слоев. Верхний слой защитный эпидермис, дерма и гиподерма. Эпидермис – это наш защитный слой. Состоит, в свою очередь, из пяти слоев кожи. Роковой, блестящий, зернистый, щиповатый и базальный. Нам этот слой интересен тем, что именно в нем работает большинство косметических средств. Как правило, глубже него ни одна косметика пойти не может. Также в эпидермисе нет кровеносных сосудов, и питание его происходит только через более нижний слой, то есть через дерму. Зарождение новых клеток происходит в самом нижнем, базальном слое. Затем они поднимаются в вышележащие слои, постепенно отмирая и становясь все более жесткими. В самом верхнем роговом слое связи между отмерщими клетками разрушаются, и они незаметно отшелушиваются. Так происходит естественный процесс обновления нашей кожи. В случаях повреждения клетки быстро перемещаются наверх, обеспечивая заживление. Второй слой, вот для нас наиболее интересен, более важен, это основной каркас кожи. Второй слой кожи это дерма. В этом слое находятся коллаген, эластин и гиалуроновая кислота, которые составляют каркас нашей кожи. Это то, что отвечает за упругость и молодость. Толщина дермы составляет от 0,5 до 0,5 мм в разных участках кожи. Верхний слой кожи сосочковый, он обеспечивает питание эпидермиса. И нижний слой кожи толстый, сетчатый. Именно в нем находятся клетки фибробласты, коллагеновые волокна, эластиновые волокна и межклеточное вещество гиалуроновая кислота. Фибробласты. Они как мини-фабрики без устали производят молекулы коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Затем они разрушают их с помощью определенных ферментов и синтезируют заново. Это непрерывный процесс, поэтому межклеточное вещество дермы постоянно обновляется. И если бы этот процесс протекал с одной скоростью на протяжении всей жизни, наша кожа всегда была бы молодой. Однако, с возрастом активность фибробластов снижается, процессы обновления замедляются, способность к синтезу утрачивается, поврежденные молекулы и волокна накапливаются. А процессы разрушения, между тем, продолжаются с прежней скоростью. В результате кожа становится более сухой, менее эластичной и появляются морщины. Итак, именно дерма содержит коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, которые образуют каркас нашей кожи. Но косметические средства до дермы дойти не могут, к сожалению. И третий слой кожи – это гиподерма или подкожно-жировая клетчатка. Именно здесь хранятся все запасы жира в организме. Толщина гиподермы может быть всего 2 мм, а может быть целых 10 см и более. Самая толстая гиподерма в области ягодиц и бедер. А также, как неудивительно, на ладонях, стопах и подушечках пальцев. Потому что эти части тела у нас подвержены механическому воздействию. Давайте посмотрим, как же действуют косметические средства. Проникновение косметического средства, как я уже сказала, не предполагает прохождение глубже уровня эпидермиса. Однако есть вещества, которые могут проникнуть глубже, чем эпидермис и достигать уровня дермы. Это происходит благодаря размерам их молекулы, а также природе химического строения. Примером такого вещества может служить низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Благодаря своим размерам может проникнуть в дерму и работать с недостатком гиалуроновой кислоты в глубоких слоях кожи. Действие же обычного крема, повторюсь, только в районе эпидермиса. Старение происходит на уровне дермы. Доставка в ткани лекарственных и косметологических средств путем нанесения на кожу практически невозможна. Именно поэтому задачей косметологической индустрии становится проникновение в более глубокие слои и воздействие на них с целью омоложения. В связи с этим появляется такое направление, как медицинская косметология, целью которой является регенерация на более глубоких слоях кожи. Во время появления медицинской косметологии появляются аппаратные процедуры. Примерами их можно назвать лазерный пилинг, фракционный фототермолиз, лазерная нанперфорация, радиолифтинг. Возможно, вы уже использовали эти процедуры сами и тоже знаете, что это такое, но я вкратце расскажу. Основной принцип действия данных процедур – это повреждение поверхностного слоя кожи с целью воздействовать на более глубокие слои. Под воздействием лазера кожа начинает активно вырабатывать коллаген и эластин. За счет этого происходит подтяжка и обновление кожи. Какие плюсы у данных процедур? Конечно же, это хороший эффект. Если бы его не было, эти процедуры бы не использовались. Это улучшение качества кожи. Это, конечно, лифтинговый эффект. Однако, есть минусы. Во-первых, это болезненность процедуры. Во-вторых, есть период реабилитации. В различных процедурах, в зависимости от глубины воздействия, это может быть от 3 до 14 дней. Во-вторых, существует риск осложнений. Данные процедуры проводятся только в период, когда нет активного солнца, потому что есть риск возможности пигментации. И, конечно же, это высокая стоимость. Как правило, эти процедуры проводятся курсом. Стоимость их, ну, в среднем от 20 до 40 тысяч. Вторым видом процедур, которые применяются в медицинской косметологии, является инъекционная косметология. Принцип действия здесь достаточно простой. Шестой – это введение препаратов или коктейлей с помощью иглы или специальной конюли. Какие преимущества данных процедур? Здесь решается вопрос проникновения и доставки полезных веществ в глубокие слои кожи. С помощью иглы препараты вводятся именно в те места, где необходимо воздействовать. К видам инъекционных процедур можно отнести такие, как мезотерапия, биоревитализация, инъекции ботулотоксина и контурная пластика. Я думаю, вы с ними тоже знакомы и уже смогли кто-то на себе оценить. Плюсы – это, конечно, возможность быстрого решения самых различных задач, возможность локально воздействовать на проблемные участки. Однако есть минусы. Минусы – это болезнь из процедуры также, как правило, используется крем-энестетик. Во-вторых, это зависимость от квалификации врача, есть риск осложнений. Во-вторых, ну тоже есть период реабилитации, хоть он и меньше, чем при аппаратных, ну и, конечно же, высокая стоимость данных процедур. Таким образом, принцип воздействия аппаратных инъекционных процедур – это повреждение поверхностного слоя кожи с целью воздействия на глубокие слои для запуска резервных возможностей организма, с целью омоложения кожи. Теперь, когда мы с вами разобрали все основные принципы и мы знаем, на что нужно воздействовать, мне хотелось бы перейти к нашей революционной разработке – группы компании «Империум». У меня есть уже такая коробочка, я с ней зашла, вы, наверное, ее уже видели. Здесь находятся три наших продукта. Но начнем сначала. Линия продукции, которую мы представляем сегодня, разработана в тесном сотрудничестве трех групп ученых, в которые входили ученые-физики, биологи и химики. В данном альянсе научной группе удалось создать средства, в котором сочетаются натуральные активные компоненты, например, такие, как масса семян макадамии, с уникальной разработкой физиков, что позволяет воздействовать на кожу не только питая ее необходимыми полезными веществами, но и запускать физический процесс регенерации за счет наноструктуры активных компонентов косметических средств. Итак, как работает? Во-первых, в состав этой косметики входят мицеллы, которые являются трансдермальным переносчиком. Благодаря особому строению мицеллы имеют размер меньше размеров поры кожи. И здесь решается как раз та задача, что средство не может проникнуть дальше уровня эпидермиса. То есть за счет размера молекулы мицеллы проникают в глубокие слои кожи. Богатая витамином Е масло макадамии, как и все масла, не может преодолеть вот этот эпидермальный барьер. Однако, входя в состав мицелл, проникают глубоко в дерму. В ходе разработки данного косметического средства проводился эксперимент, где мицеллы были помечены изотопами. И далее, после применения, брался анализ крови, и следы масла макадамии были найдены в крови. То есть это говорит о том, что проникает дальше уровня эпидермиса и, соответственно, попадает даже в кровь. Вторым инновационным составляющим, это как раз уже разработка наших физиков-ученых, является полученный в лабораторных условиях оксид кремния с особой структурой кристаллической решетки. Благодаря этой уникальной структуре происходит активация физических процессов в дермальном слое кожи. И мы получаем следующий эффект. Во-первых, это электростатический эффект. Благодаря большой поверхности кристаллов возникает избыток электронов, за счет чего внутренний электростатический заряд вступает во взаимодействие с электропотенциалом клеток эпидермиса, межклеточной жидкости и крови. Возникает разница потенциалов до 100 вольт. И это производит эффект электрического душа во всех слоях кожи. Благодаря чему выводятся токсины, в том числе липофусцин. Другими словами, он называется пигмент старения. Вы все знаете, когда появляются такие пятна на коже. Таким образом, кожа начинает работать изнутри самых глубоких ее слоев. Во-вторых, мы получаем гидростатический эффект. После нанесения на кожу начинается интенсивное испарение. Кристаллы, пытаясь сохранить свою структуру, притягивают влагу из глубинных слоев кожи. В результате чего происходит открытие спящих капилляров, стимуляция фибробластов и, как следствие, увеличение синтеза коллагена. Происходит также эффект вакуумного массажа. Следующий эффект, который мы наблюдаем, это эффект перераспределения изотопов водорода. Гель содержит воду, очищенную от тяжелого изотопа водорода, то есть диетерия, который замедляет биохимические процессы. Именно из-за него воду называют тяжелой. Попадая на кожу, гель способствует локальному уменьшению концентрации диетерия в базальном слое эпидермиса, что стимулирует регенерацию клеток. И, наконец, мы получаем электромагнитный резонансный эффект. При использовании эмульсии происходит также электромагнитное воздействие на клетки, что ускоряет внутриклеточные обменные процессы. Процесс ускоренной регенерации продолжается от 24 часов до нескольких суток. Таким образом, особая структура косметического средства не только позволяет затронуть глубокие слои кожи, но и заставляет клетки работать, улучшая обменные процессы и стимулируя регенеративные способности кожи. Какие продукты мы сегодня готовы представить в нашей новой линии косметики? Здесь три продукта. Во-первых, Imperium Cosmo 1. Вы видите его. Это скраб снег. Его уникальная наноструктура является новейшей разработкой современной косметологии. Белостежные частички, из которых он состоит, размером от 0,1 до 0,3 мм, обеспечивают не только эффект очищения, но и бережно экранируют кожу от повреждающего действия окружающей среды, а также еще и увлажняют кожу. При этом, в отличие от обычных абразивных средств, как мы привыкли, скрабы, которые царапают кожу, здесь идет очень мягкое воздействие. То есть, по консистенции он больше похож на крем. Не повреждает кожу, при этом выполняя все функции обычного скраба. Во-вторых, «Империум Космо-2» – это увлажняющий крем. Он оказывает увлажняющее действие на кожу благодаря многочисленным нано-добавкам, о которых я уже вам сегодня сказала. Также препарат «Кремния» здесь тоже присутствует, то есть обладает всеми теми физическими свойствами, о которых мы говорили. Мицеллы, входящие в состав крема, проникают в глубокие слои кожи и обеспечивают высокие увлажняющие свойства и антиоксидантный эффект. Крем является эффективным для сухой и чувствительной кожи, склонной к шелушению. Уникальный состав на основе наноструктур и кремниевых жидкостей и натурального масла Макадамии в составе мицелл позволяет максимально увлажнять кожу, при этом не забивая поры, и предотвращает развитие аллергических проявлений и покраснений, то есть он является гипоаллергеном. Крем также предназначен для ухода за кожей в разной возрастной категории. Эффективно борется с первыми морщинами, кругами под глазами, общей усталостью лица. Обеспечивает максимальное увлажнение питания клеток кожи, которые восстанавливаются и обеспечивают нашу красоту. Те, кто уже попробовал крем, уже смогли оценить его мягкость и комфорт использования. Компоненты на основе активного кремния и кремниевой эмульсии в составе регенерируют процессы обмена на клеточном уровне, что способствует образованию красивой и здоровой кожи лица. И третий продукт – это сыворотка для лица – Imperium Cosmo 3. Омолаживающая сыворотка предназначена для борьбы с возрастными изменениями, а также может быть включена в программу антиакне для проблемной кожи. В ее состав входят такие нано-продукты, как мицеллы, тонкодисперсные липосомы и кремниевая эмульсия, в концентрациях, достаточных для яркого проявления их эффекта. Присутствие этих компонентов делает сыворотку активной, и положительный эффект от ее применения наступает достаточно быстро. Их проявление отмечают, как правило, все окружающие. Мицеллы с маслом Макадамии оказывают активный антиоксидантный эффект, как мы помним. Ультратонкие липосомы оказывают высокий увлажняющий и стимулирующий эффект. Силиконовая эмульсия, которая тоже входит в состав, придает сыворотке необычайное, ничем не сравнимое, комфортное действие. Она очень мягкая на ощупь. Активный кремний восстанавливает уровень регенеративных способностей до здорового состояния, повышает уровень здоровых белков, то есть коллагена и эластина, активирует резервы кожи, повышает иммунитет клеток, делая кожу более устойчивой к воздействию различных микроорганизмов. Кожа также очищается от шлаков и молодеет. Происходит активная детоксикация малого матрикса. Идет омоложение фибропластов, которые интенсивно восстанавливают синтез коллагена. Восстанавливается также сосудистая система кожи, лимфодренаж, нормализуется работа нервных окончаний. Итак, в заключение мне хотелось бы отметить, что косметика Империум Космо, я опять повторюсь, решает те задачи, которые ранее решались только с помощью аппаратных инъекционных методик. А именно это воздействие на глубокие слои кожи с целью запуска регенеративных способностей. А также косметика обладает антиоксидантным эффектом. Воздействие происходит не только за счет биологически активных компонентов, но и физически активных компонентов кремния с особой структурой кристаллической решетки. Кремния этот вводится уже в активированном состоянии, потому что он требует как раз активации. До того, как его добавляют данные средства, его активируют. При этом создается эффект электрического душа и вакуумного массажа. И что хотелось бы отметить, с учетом того эффекта, который мы видим, нам не нужно прибегать к аппаратным и инъекционным процедурам, которые требуют и период восстановления, и многие их боятся, и есть множество различных минусов. Вот поэтому хотелось бы вам сегодня представить. Покажу еще раз. В этой коробочке у нас как раз находятся все три средства. Мы их оформили как подарочную упаковку. Поэтому всем рекомендую. А сейчас мне хотелось бы пригласить директора по медицинской работе, кандидата медицинских наук, Засорина Любовь Фикторовна. Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас всех еще раз. Действительно, вы сейчас услышали совершенно... Спасибо. Действительно, вы сейчас услышали совершенно, скажем так, новое, новое, может быть, открытие в косметологии, что кардинально меняет вообще представление о красоте, здоровье кожи. Надо понимать, что кожа – это один из самых больших органов в нашем организме. Естественно, что красота нашей кожи зависит от очень многих факторов. Это все находится внутри. И, как говорят, в 25 лет ты выглядишь, как создали себя родители, в 50 лет какую жизнь ты прожил, ну и в 75, сколько препаратов компания «Пауэр Матрикс» ты применял за это время. Так ты и будешь выглядеть. И, конечно, когда я столкнулась с этой косметикой, ну мы все столкнулись с этой косметикой более уже полутора лет тому назад, то почему она стала так интересна нам, привлекательна, и хотелось очень ее попробовать, потому что она полностью вписывается в работу наших системных препаратов, наших салютома. То есть это тот же энергоинформационный эффект, который работает в нашем салютоме, то есть это мгновенная передача информации. Когда вы наносите этот крем себе на лицо, ну не только на лицо, мало там у кого где-то какие-то есть еще проблемы на коже, это не имеет значения. Вы должны понимать, что вы оказываете по вот этой самой энергоинформационной цепочке, то есть вся кожа об этом сразу узнает. И не только кожа, об этом узнают сразу фибробласты, об этом узнают сразу капилляры везде, об этом узнают и внутренние органы. Конечно же, потому что организм – это единая система. И меня больше всего в этом удивляло, когда я пользовалась сывороткой, потом уже сделали крем, стала и этим увлажняющим кремом пользоваться. Но больше всего меня удивляло, когда я несколько раз попробовала нанести на лицо сыворотку, что когда я читаю презентации, и вы-то меня видите с той стороны экрана розовое лицо, а я вижу все белое лицо свое. У меня под кожей просто слой этой сыворотки. Я задала нашему производителю вопрос, что это такое? Он говорит, ну вот эта шуба такая создается из электронов. Это даже видно под кожей, этот эффект, как он создается. И это идет такой, я бы сказала, хороший накопительный эффект, который способствует постоянному обновлению вашей кожи. Вот что могу сказать еще чуть-чуть. Самое главное, с возрастом действительно кожа начинает истончаться. Из-за того, что уходят и фибробласты, и жировая ткань уходят, особенно веки, особенно по глазам, и на веках вообще жира нет. Вот это все начинает уходить, тургор теряется, вот овал лица уходит, и это уже не вернуть просто, если это начинает уходить. И вот с помощью этой косметики, если в любом возрасте начинать ее примять, во-первых, это с возрастом, это профилактика, ну сейчас огромная проблема с раками кожи, вот, изолиома и так далее. Это вот профилактика всех вот этих неприятностей. Меланом даже, потому что, знаете, любая на нашем теле родинка, это спящая меланома. Поэтому, когда мы восстанавливаем свой заряд на всей коже с помощью этой косметики, то, соответственно, мы проводим и тоже эту профилактику. Вот, омолаживаем, конечно, кожу. И самое главное, я ее всегда сочетала с нашим декорисом, с юно, ну и другие препараты вовнутрь, естественно. И хочу вам сказать, что великолепно совершенно вот это работает. То есть можно перед нанесением сыворотки, потому что ее не так много, вы наносите декорис так же, как привыкли, наносите юно, немножко это все подсыхает, а потом вы просто капельку выдавили, капельку на лоб, капельку под глаза, капельку на веки, в те места, где наиболее перенапряжены мышцы, потому что морщинка – это перенапряжение мышц. Вот. И вот так наносите аккуратненько, а потом уже увлажняющий крем и такой, значит, на лице делаете пирожок, который быстро-быстро уходит прямо туда в кожу. Вот. И таким образом вот эта косметика, понимаете, она действительно, если сейчас говорить с косметологами, она просто меняет всю как бы вот эту структуру наших знаний. Раньше мы увлажняли, то-то-то, а действительно ничего не проходит туда. Вовнутрь очень сложно что-то туда загнать. Вот. Но в приеме с нашей продукцией, вот чем хорошо, тут же с салютом и все остальные препараты, которые поддерживают наши внутренние органы, что эта информация у нас как бы замкнулась сейчас все. У нас кожа идет, это косметика, а внутри у нас идут наши препараты. Вот, понимаете, тогда круг замыкается, вот, потому что вот этот энергоинформационный эффект, он здесь вот, получается, все мы замкнули и на коже, и внутри. Я думаю, что успех этой косметики, он будет обязательно, потому что ее можно с любого возраста применять, на любую проблемную кожу, не имеет значения. Вот. И, соответственно, чем раньше человек начинает ухаживать за своей кожей, тем это лучший эффект. Ну, ничего, и самое главное сохранить. Самое главное сохранить. Вот мы видим уже, что за эти два года очень многие люди поменялись, даже по коже это очень видно. Вот, поэтому я желаю вам всем пользоваться этой косметикой, получать каждый свой будет эффект. Это понятно, все чисто индивидуально. Вот. И чтобы все были довольны, счастливы. Ну, хочу сказать, что у нас еще есть, я думаю, с нами будут конкурировать очень сильно мужчины, потому что сейчас пришел такой век, когда заходишь в ванну, и 20 кремов, 20 лосьонов, это все мужские дела. Вот. Они тоже там принимают ванну с одним там, наполнителем, потом с другим. Вот. Поэтому я думаю, что мужчины тоже будут пользоваться этой косметикой, потому что они тоже не хотят меняться, стареть и так далее, и болеть. Поэтому я думаю, что женщины, сначала, конечно, для вас, но и мужчины тоже будут пользоваться. Время такое пришло. Надо хорошо выглядеть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ